приветик мои дорогие подписчики хочу вас сегодня порадовать видео с нашим любимчиком петром олеговичем толстым дело в том что я вчера выставила видео которое было записано с подкаста сегодня я обнаружила что и существует и видео которое комсомольская правда выставила на своем вконтакте и тут существует видео даже те которые вчера посмотрели просто голосовое видео самого интервью с петром толстым я думаю что вам будет интересно пересмотреть поэтому вам выложить чтобы мы могли насладиться просмотре возможно еще раз то же самое интервью но уже жестикуляции и наслаждаясь просто видом самого петра толстого и так начинаем просмотр фона владимир варсобин и с нами высокий большой и дорогой гость вице-спекер госдумы петр олегович толстой петр олегович здравствуйте здравствуйте сразу начну самого интересного что лично меня меня сразу задело когда готовился к этой передаче вот если забиваешь в интернет-поиск петр толстой вот свежая информация вице-спекер госдумы петр толстой призвал призвал запретить въезд россию семи мигрантов сразу заголовки один приехал один выехал это видимо семьях иммигрантов это вообще очень тема горячая и министр воды колокольцев в общем так об этом тоже говорит видимо назревшие реформе миграционной я правильно понимаю что выступаете за нее конечно но тема горячая вы знаете что депутаты все-таки не говорят что-то с бухты барахты я избирался от одномандатного округа в москве у нас действительно огромная проблема с миграцией и проблема это в городе проблема с тем что люди приезжают якобы работать на самом деле через три дня они уже курьеры яндекса и так сказать потом привозят семьи потом они получают пособия у нас даже на уровне школ проблема что в некоторых классах где большая часть детишек как раз из средней азии они просто не знают русского языка и приходится отдельно подготовительные курсы организовывать перед первым классом чтобы дети могли учиться не тянули назад весь класс но и конечно есть культурные различия они самые глубокие когда в москве в двадцать первом веке значит человек с таким ну скажем сельским менталитетом начинает там ловить девушек которые ходят в шортах и делать им замечания это никуда не годится эти люди приехали сюда к нам в нашу страну и мы не должны делать вид что проблемы не существует проблема есть и есть пути ее решения они их много но самое главное это признать и это сделал президент наш что конечно проблема миграции никак не решит наши демографические проблемы это две разные вещи а лоббисты миграции конечно будут говорить что работать некому что добрый дворник что милый мальчик значит из киргизии спас всех и так далее это все понятно мы ко всем людям относимся одинаково вне зависимости от того какой у них разрез глаз или цвет кожи каждый человек ценен каждый человек прекрасен но если вы приехали в нашу страну работать извольте соблюдать наши законы российские и уважать нашу культуру и истории традиции сейчас общаетесь с мигрантами с помощью нашего микрофона да то есть они призывать конечно дело в том что у нас половина таксистов в москве это граждане киргизии то есть они сейчас вас лучше они нас они меня слушают и слышат пожалуйста перестаньте ездить так как вы ездите соблюдайте правила дорожного движения и в быту тоже а вот это очень эмоционально очень по журналистке конечно прикольно но давайте перейдем все таки к законотворчеству тем мерам которые могут вот эту проблему решить давайте сразу сочетаю вот по ступенечкам пойдем о чем говорят те которые все-таки они говорят о том что эту проблему не надо скандальчика потому что есть и плюсы у миграции конечно первый посыл известно что у нас сейчас большая в россии нехватка кадровая проблема нехватка рук и особенно строительные утрасли и так далее вы говорите что приезжает мигрант на стройку а потом я читал ваше интервью а потом он идет разносить продукты или пойдет в такси и это неправильно а каким образом можно а решить проблему кадровую в россии если уедут мигранты кто будет вообще чем у нас проблемы начнутся ну значит во первых давайте давайте начнем с самого начала если вы хотите чтобы у вас не было дефицита кадров на стройке платите нормальные деньги начать с того что строители и крупные застройщики экономит на рабочей силе и платят недостаточно для того чтобы привлечь квалифицированных строителей из других областей регионов россии и так далее там где платят хорошо туда люди едут и не обязательно это люди из средней азии если вы хотите привлекать рабочих из таджикистана узбекистана и так сказать других стран вы пожалуйста берите на себя ответственность за них что нужно сделать нужно отменить патенты которые сегодня раздают направо налево и которые дают свободу как бы полную в и передвижение и фактически занятие любым видом спорта вот значит отмена патентов и ответственность работодателя за работника он нанял гражданин таджикистана изволи ему обеспечить ночлег еду медицинскую страховку и возможность вернуться на родину все точка больше ничего не надо тебе обеспечивать не надо везти сюда жену свата брата 8 детей и 15 родственников как это проконтролировать элементарно разрешение на въезд все соответственно вот приехал человек он приехал поработал заработал деньги отправил их таджикистан отвез их чемоданом таджикистан как угодно обогатил так сказать свою семью по поддержала и материально слава богу я только за такую миграции за вы же все таки общение с этим странами до безвизовая но разрешение на работу то есть то есть вы что думаете что гражданин россии может приехать таджикистан там начать кем-то работать нет мы знаем что там в том же таджикистане условно говоря было там 50 тысяч и кому там я сейчас точную цифру не помню около 50 тысяч русских семей сейчас осталось меньше 500 почему так произошло почему на фоне дружбы народов вот такая вот ситуация потому что таджикистан хочет быть таджикистаном также и россия хочет быть россией вот и все хотите жить работать в россии пожалуйста но тогда с русским языком с нормальным экзаменом по русскому языку вот мы я в одном из интервью сказал что надо заканчивать с темой аутсорсинга которому прибегают высшие учебные заведения уполномоченный этот экзамен принимать у мигрантов они что делают они это отдают на аутсорсинг как сейчас модно говорить то есть на откуп там каким-то конторам которые распределяют эти частные фирмы там принцип такой что сдай экзамен получи значит там за три тысячи эту корочку и тарелка плова еще бесплатно вот поэтому значит с этим надо заканчивать и взялось значит минобр науки они лишили аккредитации эти фирмы поставили на вид тем кто этим занимался что так делать нельзя теперь надо следующий шаг вот у нас есть такая прекрасная структура которая создана нашими значит горе реформаторами от образования называется россобрнадзор которая кошмарит детей в ежегодном режиме экзаменами егэ вот этими значит дурацкими тестами вместо того чтобы этим заниматься вот пускай этот россобрнадзор занимается приемом экзаменов у мигрантов приехал в россию и сразу в россобрнадзор к этому музаеву пускай он сидит и принимает у экзамен по русскому языку всем будет хорошо понимаете и полицейские таланты россобрнадзора раскроется в полной мере и мигранты будут сдавать русский язык по-настоящему они за тарелку плова я хочу просто понять здесь очень важно каким образом семьи мигрантов не будут приезжать я просто знаю что это опыт по моему саудовской аравии сын да там приезжем и там они при припевал у них там называется да селют их в определенном месте вроде такого ну благоустроенного гетто да потом после закончения контракта их высылают обратно и при этом никаких семей не может быть и речи но это у них совершенно миграционный другой режим у них там визы просто так не проедешь у нас приедет наш человек по по договору с работодателем что мешает его семье также приехать по обычным значит по прозрачным совершенно безвизовым границам поселиться что это мешает жить на что они будут на зарплату мужа на зарплату мужа ну снимает квартиру живут на зарплату мужа но у нас есть режим пребывания там 90 дней по моему а ведь сейчас ситуация другая сейчас человек приехал начал работать заплатил взятку 70 тысяч рублей это стоит получил вид на жительство и следом гражданство после того как он получил гражданство гражданство получает его жена шестеро детей и дальше все это ложится нагрузкой на нашу социальную сферу почему наши русские налогоплательщики которые получают копейки зарплаты в регионах должны оплачивать пособия для детей приезжих я не вижу в этом логике надо менять закон о гражданстве надо менять закон о въезде выезде и целый ряд законов связанных с миграцией значит то о чем говорил колокольцев об этом упомянули они подготовили некий проект реформы миграционного законодательства пока он еще не внесен поэтому обсуждать его ну нет смысла но насколько нам известно там в этом проекте содержится много интересного и мы бы хотели доработать этот проект вместе с правительством чтобы контроль над миграцией был нормальным честным полным и в первую очередь чтобы соблюдались права тех людей которые приехали работать в россии чтобы они не жили по хостелам непонятным и не шлялись по улицам целыми вечерами кстати вот колокольцев во время своего выступления перед народными избранниками заметил что он это сговорил вообще по поводу проблем своего ведомства но и коснулся вот иммиграционной темы говорит ну если в паспортных столах там женщины получают по 17 тысяч но как то он это конечно не сказал странновато требовать от них коррупционной честности вот это не сказал но наверняка но это было как бы между срок каким образом можно гарантировать что мигрант или кто-то там захочет и вся легализовать с помощью правоохранителей по с помощью чиновников если такие низкие зарплаты мы говорим о очень тяжелой проблеме иногда даже кажется нерешаемый но все-таки государство пытается решить это миграция миграционный режим и вот предыдущей части передачи мы закончили тем что я вспомнил что в госдуме глава в.д. колокольцев рассказывая вот об своем ведомстве упомянул что очень тяжело добиваться отсутствие коррупции в ведомстве когда зарплату обычных паспортистов там даже по моему цифру сказал определенные 17 тысяч рублей ну конечно то что такая зарплата в системе мвд это очень плохо и это надо менять я думаю что после нашей победы в специальной военной операции как раз это следующее чем надо будет заниматься наводить там порядок но хочу вам сказать что уже сейчас правительство поддержало предложение о том чтобы была полная и всеобщая биометрия в отношении мигрантов то есть регистрация и биометрические данные чтобы не было ситуации когда его выслали он поменял одну букву в паспорте и въехал обратно такая ситуация к сожалению на сегодняшний день распространена поэтому вот я думаю что паспортистку с зарплатой в 17 тысяч рублей заменит бездушная цифровая среда в которой нужно будет отмечаться при въезде в страну не коррумпировать ее не коррумпировать да у нее есть свои издержки у нее нет сочувствия нет совести много чего нет но коррумпировать ее тоже нельзя но здесь же идет речь и о правоохранителей которые тоже не хватает это вообще такая системная мне кажется история которые вот здесь ты подлатаешь поставишь какую-то заплатку а рванет в другом не должны правоохранители ходить по улицам и ловить вот этих вот значит парней полуголых которые там дерутся в скверах не должны значит нужно сделать таким образом чтобы за каждого въехавшего работника отвечал работодатель вот если гб у жилищник определенного района москвы завозит допустим 50 граждан киргизии для того чтобы убирать дворы вот они должны им обеспечить проживание по санитарным нормам они должны им обеспечить зарплату они должны обеспечить медицинское обслуживание вот эти вещи как бы и нести за них ответственность вышел значит твой подопечный подрался около метро все на следующий день он уехал и ты же оплатил его отъезд только так я сразу сомнения не буду ли возражать сразу нескольких ведомствах по поводу вашей такой вот конечно будут не но слушайте у нас это мид потому что это тяжел это будет такие трения между нашими добрососедскими странами которые поставляют на мигрантов а мы им поставляем половину их бюджета ничего вот именно какие трения это но никаких трений мы хотим чтобы их граждане чувствовали себя в россии комфортно безопасно и соблюдали определенные правила работая в нашей стране вот и все мы же не не предлагаем как-то ущемлять по какому-то принципу там гражданство и так далее наоборот мы за то чтобы у них были нормальные возможности для работы а что касается трения и мида ну значит надо энергичнее мида объяснять нашу политику в том числе и в бывших республиках советского союза в узбекистане в таджикистане в киргизии в других странах ну и структуры крупного бизнеса и профильных министерств к этому я думаю что это тоже будут сомнения ну конечно лоббизм лоббизм завоза мигрантов он начинается даже не не только в строительной отрасли это и сельское хозяйство это и как ни странно у нас есть идеологи этого которые все на каждом углу говорят что мы демографические проблемы таким образом решаем и так далее то есть ну конечно у этого есть лоббисты и поэтому люди боятся на эту тему открыто говорить и поэтому боятся так сказать обсуждать эту тему которая реально волнует наших людей население россии посмотрите что происходит в малых городах сегодня посмотрите что происходит вот недавно был случай там каждый каждый день буквально случае преступлений в отношении граждан россии со стороны тех людей кто приехал сюда работать но вы себе можете представить такое в саудовской аравии что там типа пакистанская диаспора вызвал вызвала высказала озабоченность а у нас пожалуйста те ну вот сегодня допустим ликвидировал минюст узбекскую диаспору в волгоградской области это просто ну смешно кажется да сочетание слов а почему потому что они получают деньги из-за границы отчетность они не предоставляют и так со всеми надо поступать дело в том что если ты нарушаешь законы россии все до свидания у нас у нас правовое государство должно быть они не то что вот это вот сюси-пуси как на вас жалко конечно нам их жалко у них нету электричество воды этой цена их независимости но если они такой ценой приобрели независимость выгнали всех русских из своих республик но ребята когда вы приезжаете в россию извольте брить ваши бороды не носить никабы и соответственно соблюдать наши законы может быть все таки в это время очень тонкая когда мир мы пытаемся найти себя союзников это не самое время они не являются они не являются нашими союзниками да да ну то есть все очень мило но в любой в любой ситуации у россии только два союзника это армии флот дело в том что в любой сложной ситуации я могу вам сказать по моему скромному опыту работы в международных организациях страны у дкб страны снг то что у нас фразеологически с ельцинских времен принято как бы считать нашими ближайшими союзниками но они просто стоят выходят в магазин во время голосования хороши союзники то есть союзник это тот кто за тебя с тобой плечом к плечу спина к спине в этом смысле белоруссия да понимаете армении уже нет а вы по поводу какого голосования насчет магазин да такое сплошь и рядом они просто говорят да мы будем мы с российской федерации как вы скажете делегация наше все когда так сказать голосует обвиняет в очередной раз россию в каком-нибудь зверстве смотришь в зале нету их пошли ну а что делать покупки дело такое так это это для мида а вот если для а для мида это бесполезно потому что разговор для мида теперь вот разговор для экономического блока правительства приходит лоббист правительство играет нет это конечно замечательно что вы хотите немножко миграционные значит винты подкрутить но ребята у нас вообще-то говоря очень тонкая история с экономикой у нас вообще-то говоря и госзаказ военный заказ у нас не урожай вроде бы сейчас намечается и так далее если вы сейчас эту костяшку из домино вытащите из благих соображений у нас рухнет экономика вот наверняка лоббисты так и значит вы знаете все это просто от лени посчитать дело в том что в цене там квадратного метра жилья условно говоря построенного с помощью иностранных специалистов незаменимых есть прибыль застройщика и она в зависимости от региона варьируется но допустим в крупных городах таких как москва санкт-петербург сочи краснодар и так далее эта прибыль она больше 30 процентов вот пять процентов от этих 30 отдай и никакой проблемы не будет конечно с прибылью расставаться жаль и в сельском хозяйстве то же самое и то же самое в вот в любом в любой сфере где лоббисты мигрантов высказывают свои так сказать озабоченности в любой сфере посмотри речь идет просто о деньгах да это деньги да мы сочувствуем конечно но нигде не написано нет такого что у нас интересы бизнеса важнее чем интересы народа наших граждан понимаете нет такого и нет такой как бы истории что пять процентов от прибыли там условных банков строителей значит сельхозпроизводителей так далее должны изменить до неузнаваемости лица так сказать людей на наших улицах на улицах наших городов и сел вот понимаете нет такого мы не должны терять собственную идентичность мы должны сохранять и мы не должны позволять приехавшим сюда на работу людям менять наш образ жизни и навязывать свои как бы стереотипы интересно сейчас рассказали интересную фразу литературно менять менять лица на улице а вы сходите в любой гипермаркет в москве посмотрите днем когда как бы разгар рабочего дня тогда когда трудятся все как бы на стройках так сказать незаменимые специалисты кто находится там вы просто посмотрите там русских пять процентов может быть шесть русских это по виду по виду европейского вида так скажем назовем их не русскими россиянами хотя слово это никогда не употреблял ну вот первый раз значит гражданами российской федерации а остальные это прекрасные иностранные граждане которые приехали в гостеприимную москву в гости конечно они проводят время так как им нравится все но все вот эти вот стычки в торговых центрах нападение на женщин у магазинов и так далее так далее это все отсюда от того что просто делать то нечего по большому счету с одной работы ушел на другую не устроился здесь мы ждем патента тут мы ждем справочки и болтаемся по улицам вот этого быть не должно а почему этот аргумент что это все таки ну и такое миграционное скорее спасение для популяции россиян это именно миграция почему вам она не по вы отрицаете ведь это как бы уже общее место считается что наоборот россия подпитывается миграционными потоками и если бы не они то у нас был очень серьезное падение не это глубокая ошибка дело в том что есть такое может быть немножко затертое понятие как культурный код но он существует и когда вы массово привозите значит людей другой ментальности из других стран цивилизационно других и пытаетесь их ну вернее у нас даже никто же не пытается их интегрировать просто ну чтобы они по улицам гуляли вот у нас был случай при ельцине когда там в очередном в очередной демократической киргизии произошел очередной демократический переворот когда они там значит лапа черенками от лопат друг друга били по башке эти киргизы и вот в рамках ну просто жеста доброй воли поскольку до этого борис николаевич играл ложками деревянными на лысине оскара акаева тогдашнего президента киргизии так вот в рамках любви к оскару акаеву было принято решение дать гражданство оскару акаеву и еще двумстам тысячам киргизов в россии двумстам тысячам так мы решаем демографическую проблему 200 тысяч киргизов одномоментно получили гражданство россии это нормально я считаю нет я считаю что это за это надо судить вот за такие шаги и отчасти те проблемы которые сегодня есть они на бытовом уровне есть когда курьер перегораживает въезд во двор и выходит сбитые если ему делают замечание а такое сплошь и рядом даже в москве так вот если эти бытовые проблемы есть у этих проблем есть ответственные есть фамилии и имена поэтому тут знаете с этим разбираться тоже можно и нужно а лоббистами миграции ну просто надо с ними вести диалог о том что нам нужна другая демография наша а те кто уже получил паспорта это полноправные жители граждане россии ну конечно у нас те кто получили гражданство российской федерации полноправные граждане россии у нас закон отчеркнуть независимости абсолютно и вот мы завершая темы миграции я рекомендую те кто не подключился к нашему эфиру вовремя все-таки послушать это мне кажется будет интересно потом в записи я хочу все-таки задать вопрос по поводу диаспора мы затонули эту тему так скользко но это вот интересно у вас есть такую депутатку с думы матвеев если не ошибаюсь и он вообще с горяча даже предложил вообще их по сути запретить ну или зажать их так чтобы они уж перестали практически действовать как вести себя вот россии с диаспора диаспора то добро или зло но надо начать с того что что такое диаспора организованные культурные группы или формальные ли неформальные которые пытаются защитить свои права но это к сожалению наших реалиях это не совсем так на самом деле это такие скорее организованные группировки которые пытаются с помощью разных способов в том числе коррумпируя сотрудников правоохранительных органов решать проблемы своих соотечественников знаете мое отношение очень простое конечно диаспоры у нас есть закон о национально культурных автономиях и так далее так далее если люди собираются для того чтобы готовить вместе плов условно говоря это одно если люди собираются для того чтобы отжать какую-то собственность у кого-то или отмазать своего значит я вот этих слов не люблю но тут иначе не скажешь отмазать своего значит соотечественника который совершил преступление но это другое поэтому тут тоже нужно законодательное регулирование по всей видимости это следующий шаг после наведения порядка с миграцией с режимом въезда выезда в страну нужно думать о том как будут функционировать эти объединения вообще честно говоря я не очень понимаю если вот есть государство у народа и почему должна быть какая-то отдельная негосударственная структура которая внутри россии действует то есть я понимаю курдская диаспора у курдов нет государства а вот таджикская диаспора на что она ассимилирует таджиков в россии но нет тогда мне эта тема не нравится если она помогает таджиком жить в россии что если это вот ну так то да конечно пусть помогает но если они они хотят иметь право на прямой диалог с органами власти сами ничего и никого не представляет кто их выбрал этих начальников диаспор которые там какую-то ерунду говорят за что их потом судят кто их выбирал откуда они взялись кем они уполномочены их что муфтий благословил куда откуда вот это вот все понимаете это настоящий кавардак который остался еще с времен веры в снг да нет какой мировой опыт ну какой вы попробуйте разверните какую-нибудь такую диаспору там в париже в каком-нибудь попробуйте нет нет дальше этнического ресторана никуда не пойдете ничего не будет у нас ну то есть эта дикость когда у нас органы власти начинают совещаться с диаспорами это что такое в челябинской области в какой-нибудь это происходит ну это просто дикость они считают что не таким образом проявляет свою толерантность нет они таким образом нарушают законы российской федерации вот вы недавно вспомнили про париж недавно вы дали интервью французской прессе после этого мид франции заявил что господин толстой чевидно пытается нас запугать ну да конечно ну я я и пытался их запугать я им объяснил что на мой взгляд если французы будут участвовать напрямую в войне на украине и пошлют туда своих солдат то мы их всех убьем все вот это было просто я не знаю если это их испугало но во всяком случае я рад что они до них это дошло мысль это дошла но судя по последним заявлениям не совсем не там на самом деле заявление заявлениями просто понимаете сложно очень иметь дело вот с этими всеми современными европейскими политиками у них слишком слишком быстро все меняется как вот говорит это министр иностранных дел германии на 360 градусов у них все меняется ну и потом ну такие вот персонажи как не знаю макрон там его премьер-министр люди с потревоженной сексуальностью вообще тяжело с ними договариваться понимаете о чем-то у них очень очень гибкая позиция все время я заметил эту фразу какого-то потревоженная сексуальность ну я первых восхитился конечно чувствуется слог а с другой стороны я не понял смысл ну если вы не поняли французы поняли прекрасно макрон прямо даже удостоил отдельного отдельного замечания о том что я не понимаю почему они так нервничают там что-то такое но вот кстати говоря по поводу того что нервов чьи нервы это красные линии сами по себе вот вы говорили что он чертит макрон и другие люди даст потревоженная сексуальность а но вот в этой студии так они все время чертят они проблем то в чем что у них много этих красных линий в этой студии слова красная линия это практически ругательство да почему потому что мы пытаемся найти красные линии у себя в россии так как вы считаете у нас вообще как вообще у нас дела у нас с красными линиями нормально у нас дела с красными линиями просто знаете вот проводить красные линии внутри страны нужно чтобы большинство общества это разделяло я могу привести примеры когда мы как законодатели определенного рода красные линии провели например приняли закон о запрете пропаганды лгбт который поддерживает 90 процентов населения россии это красная линия мы приняли закон о запрете смена пола который тоже поддерживает там порядка 80 процентов это тоже красная линия и казалось бы что это все для желтой прессы ну то типа хохотали там каких-то они виртуальных значит извращенцев преследует и так далее нет это на десятилетие определяет то как будет жить в россии наши с вами дети внуки как будет жить общество и так далее по каким правилам вот поэтому красные линии важны но они должны проводиться только тогда когда есть поддержка большинства населения ну интересно то есть вы делаете красные линии для своих сограждан а я же говорю про красные линии как большой империи то есть франция или там другие страны во время украинского конфликта они в общем-то наши красные линии которые мы все время как бы обозначаем в общем-то аккуратненько обходит переходит правильно так поэтому мы поэтому поэтому мы их всех и убьем поэтому мы долбим их и долбим и будем долбить пока они не поймут где они находятся эти красные линии то есть это же ну по-моему даже президент это говорил что чем более дальнобойное оружие они поставляют украинцам тем дальше нам придется идти вот и все но вот поговорим о красных линиях на польской границе когда мы туда выйдем но через там три года через четыре неважно но тогда надо вот разговаривать о красном и конечно уже не с макроном уже какие-то там другие люди будут петербург еще вы говорите как а так как будто вот мы выйдем границам польши вот там в таком же состоянии в котором мы сейчас и находимся то есть многолюдно у нас прекрасная экономика и совершенно нас вот это переход к границе польши совершенно не потревожит не потревожит это жизнь это же это же изнурение это же это это тяжело но дело в том что это этот конфликт он носит экзистенциальный характер то есть мы вы либо в нем победим либо россии не будет вот и все поэтому конечно мы тоже изменимся и конечно опять же я ссылаю сейчас на президента который несколько раз за последнее время повторил что россия это страна цивилизация мы сами себя еще не осознаем цивилизации у нас огромное количество людей в том числе и в нашей псевдо элите которые думают что сейчас мы вот повоевали потом замерить замиримся и там через два-три года опять будем ездить в отпуск в испанию нет этого не будет ближайшие 10 15 20 лет этого не случится сказать поэтому нам нужно нам понимаете к самим себе обратиться немножко и себя воспринимать себя немножко вот вспоминать что что было там при бабушках и при дедушках как-то с опорой на историю развивать страну но развивать ее как цивилизацию независящую не от мнения значит европы старушки потому что мы сам большая страна европа не от мнения китая пусть батарейки везут для электромобилей хорош вот и так далее то есть в этом смысле нужно иметь чувство собственного достоинства стране они все время оглядываться налево направо а где нам тут не насыпали мелочи в карман а вот когда мы подойдем границы польши какой будет страна вы ее опишите пожалуйста мы с вами будем пить кофе на крещатике и тогда подробнее об этом поговорим вы заявили что отношения между россии и западу могут и должны измениться то есть ну то есть опять таки вы сказали что это не навсегда но это произойдет уже вы сказали вы после победы россии на украине да отсюда возникает вопрос вообще нет ничего дискуссионнее что такое победа россии над украины что все-таки такое победа это это если победа в компромиссе ну что что вы называете компромиссом это когда владимир владимирович путин говорит что он не отказывается от переговора нет не отказывается а переговоры это не капитуляция да переговоры это не капитуляция это выполнение ряда условий которые россия еще пом в стамбуле озвучивала да но переговоры то все переговоры переговоры это переговоры да то есть мы приходишь на этот со своей позиции другие стороны приходится своей позиции и как водится обычно приходится чему-то среднему это называется компромисс да ну то есть мы тогда мы тогда от границ Польши отходим до Днепра, да, вот в этом смысле? Я не знаю. Я просто говорю, есть ли победа в компромиссе? Для меня нет. Потому что любой такой компромисс, он временный. То есть можно договориться о чем-то, значит, на год, на два, но мы видим, чего стоили договоренности предыдущие, которые руководство России заключало с Западом. Ничего. Понимаете? Чего стоила фразеология, которую нам экспортировали 30 лет? Про верховенство права, про святую частную собственность, про свободу слова. Чего они стоили? Ноль. Сегодня все это растоптано с удовольствием, с кайфом. Они конфискуют активы России, они запрещают гражданам России иметь счета и приезжать в их страны. Они врут о России каждый день. То есть это все оказалось ложью. А вы ожидали от воюющих сторон другого отношения? Нет. Я ничего вообще в этом смысле давно уже не ожидал. У меня достаточно опыт взаимодействия с нашими, как их любили раньше называть, западными партнерами. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я просто против наивности. Поэтому, когда вы говорите о компромиссе, любая договоренность, она должна быть основана на доверии. Доверие между нами и ими ближайшие там 10-15 лет не возникнет. Должны поколения поменяться. Северной Кореи и Южной Кореи тоже другу не доверяли, но они... Они и до сих пор не доверяют. Да, но у них есть перемирие. Да, но их разделили великие державы. А мы сами великая держава. Кто нас разделит? То есть кто будет указывать России, где ее границы? Под Днепру или на границе с Польшей? Кто? А если повесить, померить экономики, то получается, Китай, она весомее. А если мерить экономиками, это ничего в военном отношении не значит. Знаете почему? Потому что, как говорят наши бойцы, вот за ленточкой, они говорят, дух важен, а не количество оружия. Дух. Вот у нас духовитость, она как у ста китаев, а экономика у нас, конечно, гораздо скромнее и вообще нас меньше, чем китайцев. Это очевидно. Но мы умеем отстоять свою свободу и это сделаем. И эта свобода не просто абстрактная, это возможность жить так, как мы хотим, для нас и для следующих поколений, для наших детей, для наших внуков свободно жить, чтобы нам никто не диктовал, понимаете, значит, из-за океана целую систему нарративов, которая у нас тут в разной степени прижилась за 30 лет. Напоминаю, что с нами Петр Олегович Толстой, вице-спикер Госдумы и, конечно, мы говорим о месте России в мире и сейчас, конечно, надо поговорить и о боях, которые идут. Когда-то думалось, что это все дело быстрое, тут уже, по-моему, третий год пошел. Я просто заметил еще ваше, это еще давно, пометил себе вашу цитату. После взрыва на Крымском мосту заметили, что вообще-то неплохо бы вколотить Украину в 18 век. Конечно, я не ожидал услышать это от человека с фамилией Толстой. Я сам просто учитель, бывший учитель русской литературы. Во-вторых, как ваши ожидания? Они подтверждаются? То, что вы сейчас видите, вы довольны? Я доволен, потому что я вижу, что наша армия продвигается вперед. Несмотря на иронию некоторой части интеллигенции по поводу того, что вот, вы хотели выйти к польской границе, а мы тут еще не взяли часа фьяр и так далее, мы возьмем. Каждое боестолкновение, каждое продвижение наше, оно деморализует украинскую армию. Чтобы сразу ответить на вашу ремарку по поводу моей фамилии, могу вам сказать, что Лев Николаевич Толстой, значит, великий русский писатель, он служил в Севастополе артиллеристом. И когда, так сказать, англичане и французы, да, они так приближались к этой батарее, которую он командовал, он, значит, командовал огонь. И палил в них из пушек. Поэтому тут ничего такого противоречащего, так сказать, гуманизму нет. Писал он о другом. Писал он о другом. Но дело в том, что служил он своей стране абсолютно, так сказать, так, как это было нужно во время войны. Я вообще думаю, что во время войны, знаете, мы, ну, должны немножко сосредоточиться, собраться, что ли, может быть, оставить позади какие-то заблуждения мирного времени. Ну, а что касается Украины 18 века и так далее, ну, вот я могу сказать, что то, что происходит у них в энергетической инфраструктуре, в снабжении, в транспорте, благодаря нашим достаточно скоординированным действиям, конечно, их приближает резко к 18 веку. Ну, они сами сначала съехали, вот где-то после Майдана, они примерно в начало 20 века со всеми своими этими бандерами и так далее. А сейчас, да, ближе к 18-му, но тем проще будет потом реинтегрировать эти территории. Почему проще? Ну, потому что вы же знаете современную повестку «Углеродный след», «Зеленая экономика», «Тосио», «Пятое-десятое», там все будет чисто, красиво, и я надеюсь, что наши будущие граждане России, которые сейчас ждут прихода нашей армии на украинской земле, они будут довольны. Ой, я все время интересует эта социология. Петр Олегович, может, вы ее знаете? Какой процент, как вы думаете, реальный процент украинцев ждет прихода российской армии и мечтает о капитуляции? Ну, вы знаете, я социологию не знаю, я знаю, что население Украины обрабатывается ежедневно с помощью всех этих телемарафонов и самой такой злобной антирусской пропаганды, и население Украины, оно по менталитету своему в основном население такое крестьянское, оно как бы селянское, да, вот, поэтому они, конечно, сидят там, обсуждают это, говорят там, «Телькины требы нас дурыты», вот, и все зависит от конкретных дел. Когда мы пришли на восток Украины, и первое, что сделала Россия, проложила, построила абсолютно новую дорогу между Донецком, Мариуполем, Мелитополем, и вот вы когда по ней едете, и вы видите съезд к селу какому-то, да, и это разбитый проселок, а потом вы выезжаете, и это дорога, и вот я там с местными жителями разговаривал, там же разные тоже есть, те, кто по-разному к России относится, но они все говорят, что за 30 лет после падения Советского Союза, после конца Советского Союза, никогда никто у них не видел такой дороги, которая сейчас в России, такие дороги у нас, это реальность, которую мы, может быть, мало ценим, но вот это надо делать, и тогда будет и соответствующее отношение, потому что люди верят только делам. Я понимаю, просто вы так сказали очень хорошо, вроде так по-доброму звучит, но это же в районе стерилизации, то есть чисто, хорошо, а вы же против миграционного заселения территории. Конечно, а Украина это наша территория. А где вы людей-то найдете тогда? Ну, в этом случае смотрите. Ну, как, ну, украинцы это часть русского народа, как мы найдем людей? Если вы до Польши найдете, и что? Людей-то, может быть, не так много. Да как не так много? У них 40 миллионов человек. Ну, сейчас уехал, ну, 30. Вы что, 30 миллионов, вы против, что ли? А девчонки какие красивые там? Нет. Серьезно надо к делу подходить. А как культурно, эмоционально? Вот каким образом... Культурно, эмоционально людей, большевики... Они же кладбища. Послушайте, значит, да, кладбище, да, это очень существенно. Но еще раз говорю, если Российская Федерация делом докажет серьезность своих намерений в отношении граждан Украины, отношение к России тоже поменяется. Это улица с двусторонним движением. Что касается, значит, культуры, языка и всего остального, надо сказать, что на протяжении довольно длительного периода из Малороссии делали Украину в том числе и усилиями из Москвы. Большевики проводили политику коренизации, заставляли, значит, разговаривать на украинском языке русских людей и сейчас это все происходит. Но, чтобы вы понимали, у украинского языка нет литературной нормы. То есть, это что означает? Что на всей территории Украины нет единого украинского языка. Вы можете во Львове сдавать экзамен по украинскому языку, это будет один язык, а, условно говоря, в Сумах это будет другой язык. Поэтому и это тоже все преодолимо. И, безусловно, культура, национальное, так сказать, достояние великой России многонациональной, украинская культура сохранится, будет свести и все вышиванки тоже. Думаете? Ну, конечно, конечно. А вышиванка, знаете, откуда взялась? Это вот русские дворяне так демонстрировали свою нелояльность царю. Они, имея имение в Украине, они, значит, себе нашивали на рубашке вот эти вот, значит, вышивки, отсюда пошла вышиванка, которую пытаются приписать некоторым там деревенским жителям. А самой страны не станет? Какой? Украина. Ну, я не знаю, как будет. Это может, может, какой-то кусочек останется, но тогда нам с вами негде будет пить кофе. Мы же с вами договорились, что мы там ближе к польской границе где-то кофе будем пить. Интересно, вот вы на телеканале «Россия-1», обсуждая, то есть это уже такой постукраинский вопрос, обсуждая отношения с Болгарией и Румынией, сказали, ну, вопрос, значит, просто шарахнем, вы ответили, Оля, мы шарахнем, но сначала нам нужно закончить на Украине. Да. А потом спокойно будем шарахать и шарахать. Босфоры, Дарданеллы, контроль над Черным морем должны быть в руках русской армии и флота. Это лозунг 2014 года. Да-да-да. Это лозунг 2014 года, я просто его процитировал в данном случае для наглядности. Нет, а я так немножко насторожился и подумал. А вы решили, что реально. Нет, мне позвонили уже люди оттуда, где сейчас Босфоры, Дарданеллы, они говорят, вы это серьезно, я говорю, вы вообще историю знаете, как бы все нормально, не волнуйтесь. то есть после украинского конфликта получается прям мир, 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 да? То есть, если мы закрываем тему Украины, то есть у нас больше никаких нет. Нет, у нас проблем-то масса, просто все ждут, чем закончится тема Украины, наблюдают. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. С Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства, какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу, там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь повнимательнее. Нет, я знаю Казахстан, я объездил вообще в весь СНГ, очень подробно. Ну, тем более. Я знаю, да. Но это же обычное, ну, как бы, так зареют национальные государства. Они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата — это город верный, наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо быть с соседями в хороших отношениях. То есть все-таки, чтобы у них была некая осторожность, чтобы они понимали, что, в общем-то, повторять украинских ошибок не надо. Но мы их спасли. И если будет все наоборот с украинским вопросом, если там, не дай бог, Россия проиграет, то в этом случае у них такого сдерживающего фактора не будет. Если Россия проиграет, не будет России. Поэтому никакого фактора не будет. А что касается Казахстана, то президент Путин, так сказать, помог преодолеть им очень сложный период, когда войска УДКБ туда были введены. И часто проигрывала. И еще сохранялась. Россия проигрывала и сохранялась. Ну, исторически это же было. И Примамай еще. Нет, нет. А здесь ставки-то выше, чем Примамай. Тут как бы дань придется платить долго Золотой Орде в лице наших американских и европейских партнеров. Поэтому не надо... Нет, нет. Я просто как само государство. Вы же говорите о самом государстве. Я говорю, а само государство это прежде всего наш суверенитет. Вот об этом я говорю. Если Россия теряет суверенитет, кому такая Россия нужна? Нам нет. Как вы видите дальнейшее развитие? Вот мы с вами поговорили о том, как идет сейчас спецоперация. Немножко, правда, не поговорили о том, как сейчас помощь американцев может воскресить ВСУ и надолго ли. Я не думаю, что, вы знаете, это такой фактор его склонный... Ну, это поднимает боевой дух ВСУ. Но помощи в том объеме, который обеспечит перелом в военных действиях в их пользу, такой помощи им не в состоянии оказать никто. Ни Америка, ни Европа. Но затянуть конфликт могут. Затянуть, да. Увеличить наши потери, да. Сделать более регулярными, более вредоносными налеты дронов, да. Увеличить, так сказать, страдания, да. Но, вы знаете, мне кажется, сейчас наши ребята там, во всяком случае, вот те, с кем я общался, у них уже такая созрела такое отношение, такая сила, так сказать, духа и сопротивления, что, мне кажется, мы в любом случае выиграем. Сегодня комсомольской правде исполняется 99 лет. У нас один год до столетия. Я вас поздравляю с этим. Да, я не напрашиваюсь на комплимент, это на самом деле не только праздник комсомольской правды, но и всей нашей аудитории, вот, поэтому я... Я хочу поздравить и вас, и ваших слушателей, и ваших читателей, и на самом деле комсомольская правда это исторический такой наш бренд, как сейчас модно говорить. Ну, я тоже вот, когда начинал работать журналистом, работал в комсомольской правде, писал заметочки, и, в общем, много людей, которые прошли через эту школу сегодня в самых разных областях и отраслях встречаешься и, так сказать, видишь, что это, да, люди, которые прошли через комсомолку. А так как журналистов бывших не бывает, спасибо вам большое за эфир, коллега. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Что сказать.